18 апреля в одном из старейших вузов страны дипломатической академии прошел день открытых дверей. За 80 лет своего существования учебное заведение подготовило более 10 тысяч дипломатов, 700 из которых достигли пика карьеры, став чрезвычайными и полномочными послами. Многие выпускники не ограничились дипломатическим поприщем. Некоторые наши выпускники пошли еще дальше в своей карьере. Назову вот три примера. Первая – это Валентина Ивановна Матвиенко, которая закончила дипломатическую академию, потом работала дипломатом, потом была заместителем премьера, премьер-министром Российской Федерации, возглавляла Санкт-Петербург, а сейчас, вы знаете, она руководитель Сената, Верхней Палаты Российского Парламента, третий по рангу человек в нашем государстве. Касым Жумарт Кемельч Такаев, он закончил дипломатическую академию, потом защитил у нас докторскую диссертацию, потом работал министром иностранных дел Казахстана, потом премьер-министром, потом руководил Сенатом Казахстана, затем был заместителем генерального секретаря ООН, а сейчас вновь возглавляет Сенат Казахстана, второе должностное лицо по рангу в Казахстане. И еще один пример. Гражданин Южной Кореи Ким Де Джун, который закончил дипломатическую академию, защитил у нас докторскую диссертацию, а потом был избран президентом Южной Кореи и получил Нобелевскую премию мира. Также в академии проходит переподготовку представителей государственных и частных структур, таких как РЖД, Лукоил и Газпром. Учебное заведение готовит специалистов по трем направлениям международные отношения, мировая экономика и мировое право. Огромное внимание уделяется изучению иностранных языков. К нам поступал молодой человек, и мы его на собеседовании спросили, сколько ты языков знаешь? Он говорит, три. Какие? Английский, французский, итальянский. Мы его спросили, попросили сказать что-нибудь по-итальянски. Он говорит, guten Tag. А мы ему говорим, ну это ведь немецкий. Он говорит, ну значит я четыре языка знаю. Но я это к чему говорю, что когда он закончил дип-академию, он действительно выучил здесь четыре языка, а по итальянским, с итальянским языком был еще и переводчиком в нашем посольстве в Италии. Так что языки мы здесь преподаем как следует, а это, вы, наверное, знаете, хлеб дипломата, да вообще любого международника, не знаешь языка, трудно понять внешний мир, общаться с ним, и тем более в чем-то его убеждать. Также Академия активно сотрудничает со странами Южного Кавказа. Об этом нам рассказал ректор вуза, известный ученый Евгений Петрович Бажанов. С 1996 года мы ежегодно принимаем на учебу за счет бюджета Российской Федерации по 15 человек молодых дипломатов из Грузии, Армении и Азербайджана. Ну, с Грузией, когда у нас отношения вошли в тупик, оттуда прекратили приезжать дипломаты, а Азербайджана и Армении мы регулярно имеем по 15 человек в год. Многие хотят защитить диссертацию, учатся в аспирантуре, защищают, и докторские защищают. Так что, если мы сложим вот все эти годы, с 1996 по 2015, то сколько мы получим? Ну, в общем, по 400-500 человек мы обучили. И многие наши выпускники занимают высокие посты в Министерстве иностранных дел Армении, Азербайджана. Насчет Грузии я сейчас не уверен. И не только в МИДе, но и в других государственных структурах. Поэтому вот это одно направление наше сотрудничество. Второе направление. Мы обмениваемся профессорами, лекторами и научными работниками. Промоем вместе конференции, обмениваемся научной литературой. И на стажировку они присылают своих студентов. Мы посылаем туда. В общем, это очень интенсивный и продуктивный обмен. Недавно Дипломатическая академия Армения приглашала меня в гости читать лекции, просто подписать соглашение, пожать друг другу руки. Вместо меня ездил наш проректор по науке Олег Петрович Иванов. Сейчас вот Азербайджан приглашает тоже. И плюс еще, это все я говорил о сотрудничестве в области образования на основе российского бюджета. А есть еще представители этих стран, которые за свой счет обучаются у нас. И тоже по самым разным программам. В том числе мы проводим курсы краткосрочные. Переподготовки, повышение квалификации по определенным темам. То там ВТО, то там работа в международных организациях. И тоже, как правило, есть представители этих стран. За свой счет приезжают или за счет организации своей страны. И вот у нас учатся.